Снова я на соревнованиях в самом фешенебельном спортивном клубе Саратова Элитные люди здесь, бешеные цены на абонементы И такой сброд вроде меня здесь появляется только когда соревнования И меня могут пустить посмотреть на всю эту роскошь Это уже не первые мои соревнования здесь Всегда занимаю первое место И надеюсь сегодня не будет исключением каким-то из правил Место фешенебельное Люди необычные здесь И сюда я прихожу отчасти для того, чтобы посмотреть Ну вот как я рассказывал, как я в ночной клуб хожу и наблюдаю за ними За необычными, так сказать, людьми Но там они необычные для меня тем, что они бухают и веселятся А здесь необычные, потому что это другой экономический средств людей Они здесь Они здесь Другая кожа у них Женщины с другими зубами С другими улыбками Все другое, взгляд другой И так буквально всю жизнь я когда прихожу Я пугаюсь, думаю, господи, куда я пришел Я дрищ, вот посмотрите на меня Вот я дрищонок Вот я дрищ Ничего, ничего нету Просто практически майка алкоголичка Только черная И сейчас покажу, какие там звери стоят Все будут Все будут сзади Все будут позади Но обычно так бывает Не знаю почему Не знаю, что им не хватает Может они слишком нежные Однажды я пришел на соревнования Не сюда, но в другое место У меня за день до этого сильно Сильно-сильно шею замкнуло Это знаете, когда болит шея И ты не можешь вообще ходить И рукой двинуть И повернуть шею подавно Вот так вот у меня За один день перед соревнованием Заклинило шею Я понял, что это вызов И что я все равно не пропущу соревнования Какая бы боль там у меня не была Примерно за 10 минут До самого подхода Пожал я По-моему Если я не ошибаюсь 100 килограмм на количество Да, да Это был мой лучший подход Когда я пожал Сотку на 30 раз Ну, лучший соревновательный подход Я имею ввиду Так вот, за 10 минут До своего вызова Я отошел ото всех Ходил по спортзалу И очень как бы интенсивно В голове повторял два слова Всего лишь два слова Сейчас скажу, какие Которые впоследствии Многократного повторения И вдумывания в эти слова Привели меня в состояние Практически берсерка Я когда подходил К своему лежаку со штангой К своей стойке Я еле шел Потому что я уже мало что соображал Вот такое было интересное состояние И эти слова были Воля к победе Воля к победе Воля к победе И так далее 10 минут Ну, примерно там Плюс-минус Я не считал Вот Я Выполнил весь этот подход Без боли абсолютно Я ее не чувствовал Потом было, да, очень больно И впоследствии Пару дней очень больно Но первое место Я опять взял Вот так вот работает Аутотренинг Или Я не знаю Может быть Я Вошел в состояние Транса Вполне возможно Я почему на себя Камеру не направляю Я бы мог и на себя Но Мне так Здесь как-то шумно Мне придется тогда кричать Чтобы меня даже Вот на расстоянии Там полуметра Было слышно Ну и зачем Меня будет слышно Что я говорю В общем Взвесился я 94 килограмма Они там как-то Отнимают 2 зачем-то Ну видимо Типа одежда 7-2 делают Поэтому у меня 91 Буду жать штангу 75 килограмм На количество Русский жим Так вот я Пытаюсь в себе разобраться Зачем мне нужны Эти соревнования Ну коль я уж не первый раз Сюда прихожу То Мог бы и понять Но Достаточно непросто С одной стороны Здесь комплекс Комплекс Разных Стимулов Для того Чтобы Именно на соревнования Приходиться Это Я Культивирую в себе ЧСВ Чувство Собственной важности Или как она еще Гордыня Смертный грех Между прочим И вот эту самую Гордыню Я всех Культивирую Ой какой я молодец Всех победю Всех унижу Особенно приятно Унижать Богатеньких Ну вот так вот Наверное Комплекс у меня Все таки Комплексы Они богатенькие Они могут себе Гормон роста Позволить И вообще Много что А я вот Голодранец Приехал здесь И всех нагнул Ничего мне Сделать они Не могут От этого От этого На душе От этого На душе Очень приятно Есть такое Немножечко Чему-то Приятно Становится Ну потом Второй стимул Это Общая Своя Спортивность То что я Поддерживаю Себе Несмотря на Возраст Который Прибавляется С каждым годом Все Поддерживаю Какую-то Физическую Форму Я не знаю Что-то такое Я не видел У нас Такого Какое-то Колесо Интересное Физическую Форму Ну и Третье Это Я сюда Прихожу Как в зоопарк Посмотреть Потому что Публика Публика Такая Здесь По-другому Люди Ходят По-другому Смотрят Смеются Здесь Все по-другому У нас Здесь Разные Товарищи Покупают Специальные Абонементы Чтобы сюда Прийти Чтобы сюда Ходить И заниматься Рядом С богатенькими С фешенебельными Людьми Чтобы Рядом С ними Может быть Вполне Возможно Девушки Сюда Покупают Абонементы Для того Чтобы Познакомиться С каким-нибудь Респектабельным Папиком Тем самым Устроить Свою Судьбу Почему Нет Вполне Рабочая Схема Как мне кажется Это Сережа Улегин Привет Спортслят Который Не Стареет Ему Уже За 50 Вот Как Хорошо Выглядит Я не Нервничаю Да Все Хорошо Отдыхаю Дочь Для маленьких Дочь Маленькая Дочь Маленькая Здорово А как С детьми Знаешь Больше Стареет Надо Занять А у тебя Взрослые дети Уже есть Сын женился Дочка Родилась Прикольно Прикольно По идее Дожна внучка Родиться А у меня А ты Просто На соревнования А то Может Тряхнем Стариной Я что-то особо Сейчас Порядка Тренируюсь Поэтому Не так вот особо Вообще Сейчас Практику Готов Один Барал У вас Есть Подход Сделайте Максимальное Количество Раз В конце Судья Объявляет Количество Защитных Попорных И Вызывает Следующего Попорных Жим Кроме Русского Ружима Здесь у нас Еще Оказывается Разовый Ну Обычный Жим Лежа На раз Поинтереснее Становится Во всяком Случае А тут Что-то Вся толпа Огромная Все жмут 55 кг Я Со своей Категорией 75 кг Я вообще Не знаю Не знаю Потому что Просто Никого Все жмут 55 кг Ну К чему Не� Brill Препрошается Препрошается Роман Препрошается Хернюс По Хернюс В ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 30, 30 секунд. 30 секунд! 32 34 35 36 36 37 38 39 40 40 40 40 Вы мне его не засчитали и потом начали и так далее 40 Я просто сделал еще раз если вы умеете Сказали 40 40 Было 40 раз Вы мне никогда не засчитали Странная система конечно тут зачета Я когда делал мне не засчитали одно повторение во время подхода Ну хорошо счет продолжился и они мне говорят четко 40 ну я думаю 40 хорош ну то есть меньше сорока я сделать не хотел это мой результат двухлетней давности ну и как бы меньше не хочется только больше хотя странно конечно на у себя в спортзале не знаю как это работает у себя я сделал бы больше очень потому что просто на обычных тренировках я делал несколько подходов по 40 и я встаю после того как мне сказали 40 громко четко говорят зачет 39 это как это что за вообще выкрутаться а если я например встаю а мне говорят 40 а зачет 3 ну как это понять если 40 значит 40 до этого когда я выступал всегда плохие подходы не считались и прям по ходу произносилась цифра с погрешностью с вычетом этого подхода повторения не засчитанного то есть по идее последняя цифра она должна была у меня прозвучать 39 ну и я бы поднапрягся и 40 бы раз сделал а тут такая подляночка вот это зачем не знаешь? хоть крест ноги и ноги назад а наоборот да? да 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 придется похудеть давайте обманываем второе место Рогов Александр а еще про операции а 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Жим лежа, абсолютный зачет. Третье место Боржиков Евгений. Благодарю. Бросавчик. Все, домой. Ну, как обычно, вроде бы первое место. И как обычно, я очень недоволен собой, потому что те результаты, которые я на тренировках показывал, близко здесь, почему-то невыполнимы. Не понимаю. Нет у меня ни волнения, ни каких-то других парам. Помех. Другая лавка. Лавка другая совершенно. Шире, выше. Ничего не поделаешь. Вообще, хотел 50. 50 повторений сделать. Засчитали 39. Ну, 40 сделал. Но пропасть. 40 и 50 это пропасть. Несчастный 50. Господи. 75 килограмм на 50 раз. Не могу. Ну, позорище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...